Всем доброго времени суток, друзья! С вами Анрайк. Сегодня будет не совсем тот выпуск, о чем мы обычно снимаем. Речь пойдет о недавно вышедшей и взорвавшей весь мир игре Pokemon Go. Игру разработала компания Nintendo для мобильных платформ. Итак, это 6 фактов о игре Pokemon Go. Поехали! Первым, о чем я хочу вам поведать, это то, что история Pokemon Go началась с первой апрельской шутки от Google. В 2014 году компания Google выпустила ролик, посвященный на то время игре Pokemon Challenge, которая использовала карты Google и дополнительную реальность. Собственно, то, что мы сейчас видим в Pokemon Go. Интерфейс, задумка настолько похожа на Pokemon Go, что нет сомнения, ребята из Google уже знали, над чем работают Nintendo и Niantic Labs. В 2014 году Niantic Labs принадлежала Google. Официально Pokemon Go вышла в 6 странах на мобильные платформы iOS и Android. 6 июля была доступна только в США, Австралии и Новой Зеландии. После чего 12 июля Pokemon Go была запущена в Пуэрто-Рико, только для Android. И с 13 июля в Германии, а сегодня, а это 14 июля, в Великобритании. Как установить игру в СНГ, вы узнаете в конце выпуска. О популярности Pokemon Go может быть и обратная сторона. Почти ежедневно в западных СМИ появляются материалы о том, как увлеченные пользователи попадают в курьезные или опасные ситуации. 10 июля 19-летняя девушка во время поиска покемонов нашла в воде труп человека. Также воры поняли, как использовать игру в своих целях и грабить людей. Полиция американского города Офеллон в штате Миссури задержала группу из 4-х человек, которые заманивали к себе увлеченных игроков и грабили. Таким образом, воры ограбили 11 подростков. После выхода игры, менее чем за неделю, акции компании Nintendo выросли на 9,2 миллиарда долларов. В понедельник 11 июля цены на акции компании, которая считалась аутсайдером на рынке игр для мобильных телефонов, подскочили на 25%, а в четверг утром достигли отметки 56%. Американцы стали зарабатывать на Pokemon Go. В сервисе PocoWalk люди за отдельные деньги забирают смартфон у игрока и гуляют с ним по городу в поисках покемонов, ловя их и зарабатывая внутриигровую валюту. Стоимость прогулки варьируется в зависимости от дистанции. За 2 километра игрок заплатит 10 долларов, а за 10 – 20. Пользователю достаточно скачать приложение PocoWalk, вызвать специалиста, заплатить согласно выбранному тарифу и отдать смартфон. Работают только профессионалы с большим опытом ходьбы. Обещают, что вернуть телефон доверху наполненным покемонами. Согласно статистике Google, в определенный момент количество запросов по Pokemon Go превысило количество запросов интересующихся порнографией. Речь идет о странах, где многопользовательский проект Nintendo уже доступен для загрузки. Сейчас на экране вы можете увидеть график, который демонстрирует запросы Pokemon Go и порно. Что же до установки игры на ваши мобильные телефоны в СНГ, то все довольно просто. Под видео я оставлю две ссылки на скачивание игры для айфона и андроида. Если что, это не реклама. Итак, это были все факты на сегодня, которыми я хотел с поделиться. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Также вступайте в нашу группу ВКонтакте. Всем хорошего настроения и играйте только в хорошие игры.